всем большой привет с вами люда я рада вас приветствовать на своем канале в этой в этом видео покажу вам две свои работы а также кое-что расскажу о ниточках dmc оставайтесь со мной буду и будет интересно значит кто уже следит за новинками от мира били я хочу показать такую вот русалочку которую я начала уже высшивать это md-151 renaissance mermaid by nora corbett компания миробилия эта русалка была вдохновением картины баттичелли birth of venice рождения венеры я об мала я прочитала аннотацию уже не аннотацию коротенькую историю когда уже получила схему а когда я впервые увидела эту русалку первое что у меня зацепило этот вот эти вот ее волосы а потом ну как то знаете у меня же столько много работ я сейчас могу рядом где-то поставить ее до чтобы вы видели небольшой мой отшив у меня уже столько русалочек собрано нужно вышивать то что я раньше собрала но как-то знаете думала я нужна она мне не нужна в общем решаться не решаться на эту покупку потому что планы все-таки какие-то у меня свои есть и в общем потом меня зацепила вот это вот сумочка не сумочка ну вот да типа вот сумочки может какая-то у нее там по легенде это у нее какая-то там ракушка не ракушка очень сердечко это вот эта капелька я рассмотрела первый отшив мне очень понравилось и конечным моим убеждением было то что в группе на фейсбук у андреса сифабрикс было объявление что по предоплате предзаказу схемы или бисерного комплекта или специальных нитей то бишь karen water lilis и креника 20 процентов там на выбор можно было я взяла уже себе весь комплект ладно уже думаю гулять так гулять буду вышивать если я решилась думаю вышки у 1 ну как 1 получу и вышью я не гонюсь ни за кем просто я не хочу наблюдать за этим отшивом мне он потом надоест и в итоге у меня работа отляжет работа будет вышита очень очень поздно как у меня случилось с афродитой но вроде я все равно буду вышивать она мне нравилось и нравится и будет нравиться и вот как-то эти две работы мне кажется вот были вдохновлены одной картиной сандра баттичелли рождение венеры вот если мы сравним эту ракушку я вам сейчас покажу работу и эти волосы и эту позу в общем мне кажется что нора в корбит очень была вдохновена этой картиной вот посмотрите рождение венеры я не могу мне так нравится эта картина и я знаете не особый знаток искусства и наверняка многие из вас тоже не не очень разбираетесь в искусстве но эту картину мне кажется знают все вот даже ну это было везде на конфетах и счет на каких-то там плакатах в общем ну везде везде мы могли наблюдать эту знаменитейшую знаменитейшую картину сандра баттичелли сандра баттичелли был один из младших сыновей вот 15 лет он уже открыл свою мастерскую вот у него была прекрасная красивая девушка как говорят на английском unmistakable beauty нереальной красоты наверно мы так и говорим да безошибочной красоты и вот и он ее рисовал в своих будущих работах в общем волосы очень-очень конечно похоже вот ну я даже не знаю как это все рассказать красиво вам но вы сами видите что девушка очень красивая русалочка это что лицо у нее посмотрите милая-прямилая волосы конечно вы знаете это все превью как это будет выше то я вам конечно покажу а сейчас уже я много 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 говорю и покажу вам то что я отшила в общем ниточки вот эти вот по ключу я вам показываю как это все будет выглядеть в конечном результате в общем я их убираю эти нитки димси это все оттенки которые используются в этой работе вот ткани у меня была это лен heaven от picture this plus я его покупала на одну на русалку унди но я потом другую купила ткань для нее в общем это 32 каун четверть ярда вот и лежала лежала там и ткани я то что переживала ну думала что никогда уже не использую и а тут она очень-очень кстати подошла для этой русалочки посмотрите на хвост в котором еще ни одного оттенка его и не будет димси это все кэрон это все water lilis идут и будет также бисер вот эти вот все места которые не зашитые это все будет бисер в общем представьте как это будет красиво конечно же хвостик желательно было бы сделать получше но рекорд но тоже неплохой красиво и думаю когда вышить забудем превосходный немного меня смущает то чтобы тут вот худенький он такой я люблю чтобы такая рыбка была помощнее вот тут вот вот все мне не нравится вот кроме вот этой вот части ну видать она такая изящная что нельзя было и какой-то жирный плавник сделать и вот этот хвост ну я бы все равно что-то тут знаете хвостик можно было ей пошикар пошикарнее сделать мне это кажется мое мнение вышивается очень легко то ли мне после моего сэмплера и что там еще в дименшинс петит голд я вышивала в общем вышивается очень легко мне так нравится вообще что получается и я я хочу сказать что не бойтесь вышивать ее также 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 у меня будут какие-то вопросы по этой части где я буду петит делать тут идет 632 номер по окантовке но я знаю что если я буду использовать 632 номер мулине представьте это на теле вот такой вот оттенок посмотрите то я боюсь что чересчур будет темно я хочу на оттенок на оттенок светлее взять чтобы получился такой цвет потому что аппетит вы сами прекрасно уже неоднократно слышали что я говорила что он цвета делать более темными и насыщенными вот красивые у нее губы глаза ожерелье вот какое-то вот у нее тут ну я очень-очень рада что я вышла эту работу потому что реально не оторваться также я скорее всего что буду использовать эту палетку что-то я буду заменять у нее на теле чтобы эти цвета не утрировались буду пользоваться этой палеткой и также иголочки у меня видите вот маленькая маленькая такая это иголки петит если я не ошибаюсь от dmc я их купила как-то попробовать просто вышивать но они такие коротенькие ими неудобно вышивать но именно петит на лице вышивается просто этой иголкой как по маслу я вам советую попробовать эти иголочки обратите внимание потому что я теперь вышиваю только этими иголками также пользуюсь вот таким вот нитка вдевателем потому что сами прекрасно видели сколько 3 ма . кэрэн нет ни кэрэн креника вот поэтому я использую использую нитка вдеватель также я хочу показать недавно делала пост instagram stories вот смотрите я практически примотала все свои моточки если вам заметно это номер 813 вот у меня были три разные матка то есть я покупала на ebay лот в котором были очень старые мотки дим димси а также у меня были нитки димси я привозила из украины и у меня также американс американская димси ну как и для америки я вам сейчас покажу вот у меня в банке вот вот такая вот этикетка я просто не могу найти 813 поверьте не хочу перебирать все эти вот я помню что у меня был 813 вот такой вот вот такой вот этикеткой это какой-то старый завоз старая какая-то покраска была и также вот такой это обычный был димси у меня и в итоге вы сами видите что какие какая разница в общем обращайте внимание это многие уже знают но многие впервые видать сталкиваются просто если у вас есть огромный участок это не только касается номера 813 у меня в русалке милхилл такое же было зеленым но зеленым цветом мулина я уже просто не помню каким но это и не важно потому что не факт что у вас он попадется и вот такой вот я вам покажу моточек старого димси вот он такой вот видать у кого-то такие запасы были редчайшие вот и вот такие вот у меня тоже есть димси но это из той же по моему серии а нет ну немножко отличается видите вот тут этикеточка не такая вот они тут лежат конфетки вот такие вот тоже ну это у меня все было в лоте мне было очень очень выгодно то есть по моему около двухсот двадцати пяти мотков я купила за девятнадцать по моему долларов с доставкой я вот в этом в этих пределах я точно не помню сколько в общем ну как нельзя даст тем более сейчас нитки подорожали я это брала может полгода назад может больше чуть чуть не помню ну в общем будьте бдительны и обращайте внимание если кто не сталкивался с этим возможно у вас и не будет такого никогда ну а вдруг тоже всякое бывает я приложила все эти моточки к живой карте димси у меня есть живая карта димси и вы знаете так чтобы сто процентов какой-то номер совпал даже никакой и не совпал я сейчас постараюсь аккуратно вам это все показать но к сожалению свет такой что вы навряд ли что-то рассмотрите ну а вдруг да они все похожи но один в один никто не попал что-то среднее ну а также я постаралась приложить этот 813 номер к другим цветам на карте тоже не было совпадения то есть это я не ошиблась наматывая на бобинку нет я за этим очень тщательно слежу потому что мне потом ошибки не нужны распарывать это все как я уже говорю распарывать все эти вот работы это мое же второе хобби стало так и вторая работа которая у меня готовая это дименшинс маячок так сейчас смотрю где он не тут стерялся вот я вам сейчас покажу вот такое вот напомню вот превью у меня такое вот это бейкен это rocky point американская сборка у меня было тринадцать на восемнадцать сантиметров шестьдесят девять пятьдесят восемь его серийный номер и вот что у меня получилось работа поглаженная постиранная чуть-чуть полиняла но тут совсем малость это уже так присматриваться нужно так вообще и незаметно вот поближе вам покажу эту работу лэйзи дейзи я гладила у меня немножко побело канву но при натяжке я буду конечно же не сама оформлять это все я в этом плане ленивая хотя можно подобрать рамок очень много но я буду на украине оформлять и хочу вам показать как как получился мой маячок я знаю что многие многие вышиваю те кстати когда начала вышивать я не видела что оксана дериза вышивала качка тебе привет заканчивая этот маячок он прекрасный это эти вот скалы вот тут вот берег этот море хоть он не такой супер проработанный но прекрасно я настолько рада что я его вышила я вообще люблю люблю очень сильно как вы видели уже из моей коллекции вот такие вот миники от dimensians они такие изящные и клевые посмотрите тут просто ты попадаешь в эту среду тебе хочется пройти по этой дорожке слышишь шум волны кстати давно не хотелось на море но как только я вышла эту работу загадая загадала при этом желание совершенно не на тему там путешествие или чего желание которое потом перехотела чтобы исполнилось мне так захотелось на море мне так захотелось запах именно не столько воду увидеть потому что мы живем тут на берегу хатсон river на берегу реки хатсон мне хотелось именно запаха морского вот это вот атмосферы этой вот закат увидеть шум волн и мне муж подарил в этот же день он не знал о том что я там что-то вышивала путевку на море вот это был прекрасный у меня день в этот день по стечению обстоятельств мне пришла эта русалка которую я так долго ждала которая думала не думала вышивать а потом я вот найти нас когда уже оплатила может так хотелось мне увидеть и долго ждала это была накладка у нас были праздники выходные потом 4 июля в общем кто-то работал кто-то не работал схема немножко задержалась ничего страшного и хорошо что она ко мне немножко позже пришла потому что я вышла свой этот маячок в этот же день ко мне пришла русалка в этот день у нас была с мужем годовщина свадьбы в общем нет один просто был классный подарков столько получила вот и заказы кое-какие мои пришли еще на ebay что-то я покупала там из dimensions как всегда в общем это был прекрасный у меня день и я очень-очень рада что я вышила этот маячок и вам советую вышивать у кого есть я просто знаете когда начала вышивать эти французские узелки я девочкам своим отправляла фотографии и вам показала как я вышиваю французский узелок кто не посмотрел это видео проходите смотрите может вам окажется полезным в общем я уже поняла красоту этой работы насколько вот бэк ее делает я раньше я не очень любила бэка сейчас именно бэк я люблю именно люблю вот это делать последние штрихи для меня это как десерт у меня олеся спрашивала почему то я не вышиваю по ходу этот бэк и не делаю это возможные стежки но для меня это именно найти вот увидеть уже красоту всей работы результат уже в конце когда вот все это оживает буквально за два-три дня ты видишь на чем ты работала потому что даже этот маяк если бы вы увидели без бэк стич а вот тут он он вообще не маяк он был просто какая-то труба непонятная по поводу сложности этой работы вы прекрасно все знаете что эти работы кропотливые и до кропотливость было вот знаете я вот застряла застряла вот тут вот мне что-то стало но не шло никак я знала что него я потом уже буду в конце отшивать вышивать потому что это идет полукрест идет большие участки а вся сложность бы не то что сложность частая смена не что-то там увидела то на полутуна что-то заметно что-то незаметно это было вот этой части даже не домик домик было легко отшивать я начала работу в середине вот вышивала я в парке когда с ребенком гуляла но вышивала также немножко на руках и вышивала на пальцах и на пальцах уже едва прокола научилась вышивать потому что настолько хотела ее закончить что я уже не могла вышивать на пальцах в обычным способом вот эти лэзи-дэйзи тут бэк стич от тут немного я себя настраивала что вдруг у меня там она кажется что мало будет его много ну как было в моих пионах мини-голди это она была моя самая сложная работа там столько этого бэка то ли это мне показалось потому что я давно не вышивала и после большого перерыва или вот действительно была сложная работа но этот маячок единственная была сложность вот частая смена нитей потом это небо немножко конечно но меня надоело уже и хотелось закончить эту работу я уже только у него вышивала дома поэтому вышивайте она очень классно это серия маяков прекрасная я рада что я уже один маячок вышила буду скоро вышивать что-то еще из мини-голдов обязательно вам скажу потому что мне для парка нужна какая-то работа моя гортензия почти готова но я ее не вышиваю в парке потому что это она идет на черной конве вот следующая работа у меня будет большой gold dimensions вот пока что вот такие вот у меня новости спасибо за просмотры всем пока